3 апреля 2017 года. Россия. Страшный теракт в Санкт-Петербурге. Террорист-смертник взорвал бомбу прямо в переполненном вагоне метро. 7 апреля. Швеция. Грузовик, за рулем которого находился террорист, протаранил толпу людей на главной пешеходной улице Стокгольма. 9 апреля. Серия террористов в Египте. За неделю до Пасхи мишенью террористов стали два христианских храма в Танте и Александрии. 10 апреля. Израиль. Первый день главного иудейского праздника Песах. В регионе Ишколь взорвались ракеты, запущенные с Синайского полуострова, с территории контролируемой ИГИЛ. Сирия снова в огне. Американский удар томогавками по аэродрому. Странная химическая атака против мирных жителей. Резкие заявления мировых лидеров и откровенное разжигание конфликта в многострадальной стране с помощью постановочных съемок, где дети выдаются за жертв так называемой русской агрессии. Вот, например, заплаканный сирийский ребенок на руках сильных мужчин. Трех разных мужчин, снятых с одной и той же девочкой в разных местах, в разные дни. Но и этого мало. Террористы запрещенной организации ИГИЛ заявили, что готовы в канун Пасхи провести сразу серию атак в разных странах. И что это только начало войны против неверных. Несмотря на то, что жертвами взрывов вместе с христианами и иудеями стали десятки мусульман. А исламские священники утверждают, что сторонники идеи всемирного халифата своими действиями оскорбили Всевышнего. И любые преступления, совершаемые от имени Бога, это преступления перед самим Творцом, каким бы именем он ни назывался. Высший разум. Бог, Творец, Всевышний. Мы называем его по-разному и неизменно обращаемся к нему в самые тяжелые, самые счастливые минуты своей жизни. Но что мы знаем о нем? Может ли он защитить нас от глобального зла? Кто он? Бородатый дедушка, сидящий на облаке? Или неведомая могучая космическая сила? Как его постичь? Как почувствовать? И как увидеть? 1 миллион 400 тысяч долларов. Таков размер самой крупной научной премии. Темплтоновской. Ее называют религиозным аналогом Нобелевки. Каждый год Темплтоновскую премию присуждают тому, кто, по мнению специального комитета, внес самый большой вклад в дело поиска божественной сущности. А теперь внимание. Вот данные за последние годы. 9 из 15 лауреатов религиозной премии – это ученые. Неужели наука доказала существование Бога? Иконы исцеляют. Пасхальный огонь сходит с неба. Ангелы являются людям. Молитва способна вершить чудеса. Мельчайшие частицы создают общее информационное поле. Все процессы во Вселенной подчинены общему закону и единому управлению. Одна и та же числовая последовательность отображает галактику и сердечную мышцу. Что общего между этими яркими утверждениями? С одной стороны, вера в Творца и божественное чудо. С другой – сухие научные теории. Казалось бы, полярно противоположные суждения. Но сегодня мы становимся свидетелями сенсационного процесса. Наука и религия как никогда сблизились. Математики, химики, физики, генетики все чаще приходят к выводу – высшая сила существует. Бог есть. Но как именно современные ученые доказывают существование Творца? И может ли наука объяснить чудеса, творимые провидением? Это пламя не обжигает. Физики попытались разгадать тайну благодатного огня и пришли к невероятному выводу – его появление действительно имеет божественную природу. Мощность этого электрического импульса такова, что она действительно раскалывает камень. Ватикан официально признал – найдены бесспорные доказательства существования Бога. И сделал это российский ученый. Он взял все три книги – и Коран, и Библию, и Тору – и попытался объяснить свою новую теорию гравитации с помощью этих книг. Жизнь после жизни. Что увидел нейрохирург Александр Эбин во время своего удивительного путешествия на тот свет? Эксклюзивное интервью с профессором Гарвардского университета. Там было много чего земного, но и много духовных компонентов. Например, ангельский хор, распевавший песни и гимны. Сенсационные результаты расследования РЕН-ТВ. В Италии обнаружены фрагменты плоти и крови Христа. Исследования этих святых даров показали, что они подлинные, что это не подделка и не мистификация. Судьба человека заложена в его генах. Исследования ДНК привели экспертов к доказательству существования Творца. Это действительно один из очень сильных аргументов, который невольно наталкивает человека на мысль о высочайшем интеллекте, то есть Боге. Триллер «Омен». Этот фильм вышел на экраны 40 лет назад. Но история о мальчике, в которого вселился дьявол, до сих пор возглавляет список самых страшных киносюжетов. Но самое удивительное, что сценарий этого блокбастера был написан на основе реальных событий. Эти люди не могут спокойно слышать молитвы. Они не переносят прикосновения священника. Врачи не в состоянии поставить им диагноз, но священники убеждены, речь идет об одержимости. В людей вселяется дьявол. Буквально на днях Папа Римский обратился к священникам с советом. По возможности регулярно использовать практику изгнания бесов. По мнению понтифика, число одержимых сегодня растет. Подобные ритуалы практикуются сегодня практически во всех конфессиях. И православная церковь не исключение. У каждого народа процедура изгнания бесов собственная. У всех разные демоны, у всех разные методы. Но, тем не менее, у всех этих методов есть один определенный корень. Это воздействие духа вселителя, духа экзорциста на дух пациента. Это объединение душ, которое позволяет светом изгнать любое зло. Нам удалось найти человека, который прошел через страшные испытания. Ни психологи, ни медики не смогли ему помочь. Вернуться к полноценной жизни он смог лишь после так называемой процедуры экзорцизма – изгнания бесов. Сергей согласился сниматься исключительно на условиях анонимности. Он не хочет, чтобы его сегодняшние знакомые и друзья узнали о его прошлом. Неудивительно, история бывшего Бесноватого действительно шокирует. Первые странности начались в 2008 году, сразу после похорон мамы. Сергею тогда было всего 12 лет. Отца своего мальчик не знал и, когда умерла мать, остался с бабушкой. Внутри как будто все закипало. Даже не знаю, как объяснить. Как в кино показывают, будто это не я, а другой кто-то. Ну, я там злиться начинал, кричать, швырять там все вокруг. Бабушка как-то пыталась успокоить. Ну, я на нее орал. Беспричинный ужас, немотивированные истерики, хриплый смех. Учителя списывали эти странности на последствия психологической травмы. Школьный психолог каждую неделю приглашала к себе на разговор. Однако никакого эффекта не было. Сергею становилось все хуже. К 9 классу приступы стали регулярными. Сначала все нормально было. Потом уже припадки начались. Типа как эпилепсия. Падал, головой ополбился. Ну, тогда же и с памятью провалы начались. Одноклассники стали избегать психа. Так в тот момент прозвали Сергея. Большую часть времени подросток проводил дома, закрывшись в своей комнате. В мае 2012 года Сергея направили на обследование. Предположительный диагноз, поставленный врачом, звучал как приговор. Ну, что, шизофрении он сказал. Таблетки выписали, от шизофрении там принимают. Я и пил, вообще не помогают. Только спать хотелось постоянно, и голова кружилась. Несколько раз за все эти годы бабушка робко предлагала Сергею сходить в церковь. Несколько раз упрашивала внука поговорить со священником. Но одно лишь упоминание церкви приводило юношу в состояние аффекта. Именно тогда причина происходящего стала очевидна. Бывает вот человек, с виду смотришь, нормальный человек. Но он приходит туда, священник начинает молиться, Бога просить, окроплять их святой водой, крестным знамением осенять. И вдруг ни с того ни с сего человек начинает такие неестественные, и даже невозможные для человека звуки издавать, телодвижения. Ни один актер в мире не сможет так сыграть. Вот мы видим, что демонская сила уже некое влияние имеет на человека. Это ритуал экзорцизма в православном храме. Священник изгоняет бесов. Обратите внимание, как ведут себя одержимы. Что ты делаешь? Уйди отсюда! Уйди! Уйди! Я же не хочу! А это искнание злых духов в мечети. В исламе бесов принято называть джинами. Удивительно, но во время процедуры экзорцизма поведение бесноватых одинаково, независимо от их вероисповедания. Есть общие какие-то моменты или симптомы, которые говорящие о том, что человек одолел бес, агрессивность. По отношению к окружающим, к членам семьи, к посторонним, допустим, к которым общаются на работе или где-то встречаются. Далеко не каждый священник способен справиться с дьявольскими силами. Именно поэтому для проведения ритуала экзорцизма необходимо специальное разрешение. Это непростая миссия и непростая функция – проводить изгнание жинок. Во-первых, этот человек должен быть сведущим об этом. Человек должен быть религиозным. Человек должен иметь твердое вероубеждение. Твердое вероубеждение – знание, знание божественного откровения. Есть некоторые подвижники, чаще всего это монахи, хотя и не обязательно, которые ведут очень такой праведный образ жизни духовный. У них есть благословение, и они молятся о людях, страждущих нечистым духом. Одна из церквей, где регулярно проходят ритуалы отчитки, так называется «изгнание бесов у православных христиан», находится в маленьком абхазском селе Илор. Именно туда, после долгих уговоров родственников, и отправился юноша из Калининграда со страшным диагнозом «шизофрения». О том, что произошло во время процедуры экзорцизма, Сергей не помнит. Важно, что после ритуала припадки и обмороки бесследно исчезли. Не знаю, был это дьявол или что, как бы не очень готов рассуждать на эту тему. С другой стороны, вот я, например, мой, ну, то ведь не мог помочь. Вообще никто. Психо меня еще сделали. Ну, а тут после вот как вот это изгнание почувствовал, как будто избавился от чего-то или от кого-то. Ну, уже четыре года. Все нормально вроде. В процессе нашего расследования мы обнаружили удивительные сведения. Оказывается, еще в 2005 году в США была опубликована статья доктора Стаффорда Бетти, профессора Калифорнийского университета. Ученый доказал саму возможность одержимости демонами и обосновал необходимость экзорцизма. Как минимум в 20% случаев изменения психики никак не связаны с заболеваниями нервной системы. Речь действительно идет о странном явлении, когда человек становится жертвой потусторонней сущности. И только вмешательство высших сил способно его спасти. Есть беснования действительно. Слушай, она очевидная вещь. Есть психические заболевания. Вот. И иногда, не разобравшись, люди, да, начинают делать или весноватых лечить от психических заболеваний, или наоборот, этих больных психически ведут там кому-то, каким-то экзорцистам, думая, что это можно изгнать. Вот здесь требуется такое серьезное внимание, наблюдение, с тем, чтобы в конечном счете понять, что здесь человек. Если мы видим, что у человека такие явные признаки беснования, что он даже не может адекватно вести себя в храме, то можно родственникам вместе с человеком в какой-то монастырь съездить. Или знаем, если мы какой-то священник, есть у него благословение, и он молится о таких людях, лучше родственников, вместе с ним приехать. Не надо бояться. Иисус Христа во всем повинуешься, всяк это не надо никак. Все его же создания, же предстоящие, не отременье, не повредишься. Новый Завет. Хроники первого пришествия на Землю Спасителя. На протяжении многих лет скептики заявляли, этому источнику доверять нельзя, так же, как и более древнему Ветхому Завету. Официальная история не подтверждает даже существование Иисуса. Однако последние археологические находки опровергают привычную картину и доказывают, события, о которых говорится в священных книгах, действительно были. Персонажи, которых считали чуть ли не сказочными, существовали. Когда стала развиваться библейская археология, то, используя Библию именно как исторический источник, как своего рода путеводитель в прошлое, археологи сумели очень неплохо продвинуться в исследовании как раз реалий, древних реалий Святой Земли. Содом и Гаморра. Названия этих городов давно стали нарицательными. Место сосредоточения всех человеческих грехов. Согласно Библии, там едва нашлось 10 праведников. Только их и спасли ангелы. Всех остальных жителей Бог уничтожил. Так говорится в Ветхом Завете. Почти 2000 лет историки были убеждены. Рассказ о Содоме и Гаморе – одна из многочисленных легенд, не имеющих никакой реальной основы. И лишь недавно археологи смогли опровергнуть это мнение. Опираясь на указания Ветхого Завета, известный американский археолог Стивен Коллинз, преподаватель Юго-Западного университета в штате Нью-Мексико, смог обнаружить руины Содома. Город грехов был найден в местечке Тель-Эль-Хамам в Иордании. И здесь им в качестве доказательства приводятся археологические свидетельства, раскопки, археологический материал. Им найден, обнаружен большой крупный город, большое крупное поселение, правильнее сказать. Более того, археологические находки доказали даже тот факт, что эти города были уничтожены именно так, как повествует Библия – огнем и серой. Пожар этот был очень сильным и катастрофическим. То есть найдены оплавленные куски материалов различных. И Стивен Коллинз выдвигает гипотезу, что это и есть тот самый Содом. Тот самый Содом библейский. Удивительные свидетельства современных археологов далеко не единственные в списке открытий, подтверждающих события, о которых идет речь в Библии, а также в Талмуде и Коране происходили в реальности. Вот самые значимые из находок последнего времени. В Римском театре в местечке Кесария была обнаружена надпись, в которой упоминался префект Иудеи Понтий Пилат. Именно так префектом Иудеи называли Пилата авторы всех канонических Евангелий. В Кумранских пещерах около Мертвого моря были найдены свитки, датируемые первым веком нашей эры. Всего 900 рукописей. После их расшифровки никаких сомнений не осталось. События, изложенные в Новом Завете, подтверждались очевидцами того времени. На севере от Иерусалима было найдено захоронение распятого человека, умершего примерно в то же время, что и Христос. Археологи установили, находка подтверждает абсолютную точность библейских описаний казни Спасителя. Смотрите далее. Воскресшие из мертвых. Сенсационные свидетельства очевидцев невероятных событий. Нигерийский пастор ожил после трех дней в морге. Когда я прикоснулся к нему, тело было похоже на сухую рыбу. Белый халат врача и ряса священника. Крымский хирург стал служить в храме, чтобы Бог помогал ему возвращать к жизни людей. Всегда отношение к любой операции, все, что Бог дает, получается. Путешествие души. Вся правда о жизни после смерти. Что рассказал журналистам американский нейрохирург Александр Эбин, когда вернулся из рая? Тот мир гораздо реальнее, чем этот. И я это очень четко осознал. Я видел Бога. Свидетельство ученого. Как Владимир Ефремов объяснил собственную смерть в терминах физики. Время присутствует одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Это открытие итальянских ученых на первый взгляд выглядит абсолютной фантастикой. Им удалось обнаружить фрагмент плоти Иисуса Христа. Исследования велись в строжайшей тайне, и все же информация просочилась за стены высоких кабинетов. Сегодня зрители телеканала РЕН-ТВ первыми узнают о невероятной сенсации. Это тело мое. Это кровь моя. Согласно Новому Завету, с этими словами Иисус дал своим ученикам хлеб и вино во время Тайной Вечери, его последней земной трапезы. И затем христиане, начиная прямо с первого века, собирались каждое воскресенье и твёрдо веря, что здесь будет не просто застолье какое-то, а что здесь будет действительно воспоминание христовых страданий. Здесь мы будем вкушать его тело и пить его кровь, причащались. Тело и кровь превращаются в хлеб и вино? В течение восьми столетий это евангельское чудо многие считали обычной красивой метафорой. До тех пор, пока один итальянский священник не решил проверить подлинность феномена. Италия, 719 год, город Ланчана, церковь Сан-Дегонсий. Это был обычный иеромонах, но сомнения приходят не только к мирянам. Уже не раз он задумывался, что если чудо было явлено Христом всего однажды, а теперь оно уже невозможно. Кто докажет, что хлеб превращается в тело Христова, а вино в его кровь? Во время подготовки к обряду святого причастия, мучимый сомнениями иеромонах преломил хлеб и вскрикнул. В его руках был тонкий срез плоти, напоминающий мышечную ткань, а в чаше вместо вина появилась кровь. С тех пор, вот уже 12 веков, тот самый кусок хлеба и та самая чаша, как доказательство евангельского чуда, хранятся в храме города Ланчана. Тысячи паломников ежегодно приходят сюда, чтобы взглянуть на свидетельство необъяснимого феномена. Но был ли феномен на самом деле? Ученые не раз пытались приоткрыть завесу тайны. Однако первые масштабные исследования были проведены только в начале 1970-х годов. Изучив артефакты, профессор Сиенского университета Адоардо Линольди, специалист в области анатомии, заявил, что святые дары, хранящиеся в Ланчана с 8 века, действительно очень похожи на подлинные человеческие плоть и кровь. Но можно ли считать выводы Линольди настоящим доказательством? Ведь его слова звучали всего лишь как предположение. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Повышенные меры безопасности были связаны с возможным подлогом, о котором по понятным причинам никто не должен был узнать. Так что же удалось установить специалистам? Результат поистине ошеломляющий. Согласно данным генетических исследований, плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в сечении миокард, эндекард и блуждающий нерв. Но и это еще не все. В сравнении крови из Ланчана с фрагментами крови на Туринской плащанице, одной из главных христианских святынь, ткани, в которую было завернуто тело Христа, показало полную идентичность образцов. Неужели это действительно кровь Иисуса? Стопроцентной гарантии пока что дать нельзя, но, по крайней мере, ученые установили идентичность группы крови, обнаруженной в Туринской плащанице, и вот в этих святых дарах Ланчану. На протяжении долгих лет ученые категорически отказывались признавать саму вероятность существования души. Но, оказывается, и в этом вопросе наука не стоит на месте. Современные исследователи опытным путем смогли не только зафиксировать человеческую душу, но и определить ее вес и даже сфотографировать. Сразу после смерти вес человеческого тела меняется. Впервые этот феномен был зафиксирован американским врачом Дунканом МакДугалом. Еще ни разу инженеру Фрэнку Эвансу не приходилось получать такого замысловатого заказа. Хорошо, что он давно знал доктора МакДугала, а то бы решил, что врач сошел с ума. Соединить кровать с весами – очень странная идея. Что, интересно знать, собирается доктор делать на этой кровати? Взвешивать больных? А может, речь идет о каком-нибудь научном эксперименте? Инженер из города Хеверхилла, штата Массачусетс, даже не представлял себе, как будет использована его новая конструкция. На специфические весы доктор МакДугал укладывал умирающих пациентов. Буквально все эксперименты показывали один и тот же результат. Тело человека после смерти становится легче. И каждый раз потеря веса составляет 22 грамма. Но почему? Неужели все дело в том, что тело покидает душа? Душа существует. И ее можно не только измерить, но и сфотографировать. Профессор Константин Коротков, автор 15 патентов, президент Международного союза медицинской биоэлектрографии взялся доказатель. Красивые легенды о том, как Бог вдохнул душу в человека, вовсе не вымысел. Да, мы проводили много экспериментов, в которых мы регистрировали влияние души, душевных процессов на состояние человека. Таких экспериментов было много. И мы делали это для живых людей, ну и для людей, когда уже они умирают, когда они уже умерли. Эти странные картинки, чем-то похожие на анатомическое пособие, уникальное научное доказательство. В действительности, это первые в мире снимки, запечатлевшие душу. Кирлиан-фотография. Так называется одно из направлений в современной медицинской диагностике. По затемнениям и цветным прерывистым контурам на Кирлиан-снимке можно с высокой долей вероятности диагностировать болезни человека. Вокруг любого живого организма, если наблюдать его в электромагнитном поле высокой напряженности, есть световая оболочка. Своеобразное лучистое свечение, которое зависит от энергетики. Любые болезни, расстройства, смерть моментально изменяют характер этого свечения. Профессор Коротков использовал Кирлиан-фотографию для того, чтобы увидеть душу. И у него получилось. Но это еще не все. Команда Короткова сумела зафиксировать момент, как душа покидает тело человека. И происходит это всегда по-разному. Мы действительно показали, что характер динамики свечения биологического поля после смерти зависит от типа смерти. Но, кстати, данные заинтересовали криминалистов. У нас много было с ними обсуждений. Эти эксперименты, они действительно показывают, что мы – это не только физическое тело, а мы – это прежде всего психоэмоциональное состояние, и мы – это душа. И в зависимости от того, как человек живет в жизни, как он приходит к своей смерти, таким образом меняется его состояние после смерти. В первые моменты, которые мы называем смертью, здесь еще, возможно, сохраняется какая-то связь между душой и телом. Еще сохраняются в душе все впечатления, которыми она питалась в течение своей жизни. Литература, фильмы, интернет, рассказы и так далее. И здесь уже начинается, начинает уже работать не только, не только та реальность, с которой действительно встречается душа, а начинает работать то, что мы бы назвали, ну, условно так, подсознанием. Открытие Короткова позволило восполнить пробел в одной популярной научной теории, известной нам еще со школы – закон сохранения энергии. Если он действительно работает, как уверяют нас учебники физики, то куда же девается энергия человека после его смерти? Теперь ответ известен – энергия остается в душе, которая покидает тело. Закон физики действительно работает и еще раз доказывает – в нашем мире все подчинено строгой закономерности. И всей этой сложной системой управляет удивительная высшая сила. Знак свыше. Именно так расценили жители Новой Зеландии яркие вспышки в ночном небе. Они появились за несколько дней до мощного землетрясения в ноябре 2016 года. Стихия унесла жизни десятков людей. Были разрушены дома и дороги. Ученые так и не смогли объяснить, что стало причиной удивительного свечения накануне трагедии. А это Украина. Лик Богородицы, отчетливо проявившийся в ночном небе над Макеевкой в Донецкой области. Случайные свидетели сняли на видео огромные глаза, словно полные скорби. Объяснение этому удивительному явлению люди нашли позже, когда под Макеевкой вспыхнули ожесточенные бои, в ходе которых погибли десятки местных жителей. Спасенные путеводной звездой, Дак описал свои приключения капитан японского рыболовецкого траулера Даики Агата. В 2011 году судно с 12 рыбаками на борту попало в страшный шторм. Из строя вышло все навигационное оборудование, включая судовой компас. В самый страшный момент, по словам капитана, в черном небе появилась яркая звезда. Именно она и стала курсовым ориентиром для команды. Спустя час с небольшим, траулер вышел из зоны шторма в двух десятках километрах от берега. Божье знамение. Именно так верующие называют подобные явления. Но что стоит за этой фразой? Действительно ли творец подает нам знаки? Правда ли, что постоянный контакт между Богом и человеком – это не просто вопрос веры, но и физический процесс? Я сам попадал в разные ситуации, когда, казалось бы, все было смертельно. Я проходил через такие вещи. А вдруг происходили явления, которые позволяли не допустить смертельной ситуации. Жителям Челябинской области повезло больше других. Божье знамение они наблюдают раз в несколько лет. Именно с такой необъяснимой периодичностью в знаменитой Игнатьевской пещере рядом с поселком Серпиевка на каменной стене появляется лик Богородицы. Даша Сафронова сегодня уже не вспоминает о том, что когда-то была серьезно больна. Обычная жизнь обычного подростка. Школа, подружки, девичьи увлечения и большие планы на будущее. Я хочу пойти на хип-хоп, мне нравится стиль танца. Вот. Раньше мне врач не разрешал танцевать, заниматься спортом, а сейчас разрешил. Три года назад родные Даши впервые заметили. С ребенком что-то не так. Девочка постоянно жаловалась на головные боли. Затем неожиданно ухудшилось зрение, а однажды Даша прямо в школе упала в обморок. Просто ни с того ни с сего она падает в обморок. У нее, как она описывает потом, в дальнейшем, что у нее там темнеет в глазах. И с самого вот этого процесса, когда она падает в обморок, этого она не помнит почему-то. Семья обратилась в городской диагностический центр. Результат не оставлял сомнений. Девочка серьезно больна. Это рентген головного мозга. Вот здесь вот какое-то непонятное затемнение. Что? Почему вообще непонятно? Осторожные предположения врачей звучали страшно. Затемнение с большой долей вероятности может означать опухоль. Именно тогда Дашина тетя Ольга Бакунова, прихожанка одного из челябинских храмов, вспомнила о таинственном лике в Игнатьевской пещере. Очертания лика Богородицы проявляются в пещере примерно раз в 4 года. Обычно это происходит осенью. Спустя какое-то время лик исчезает. Так же внезапно, как появился. К тому моменту, как каменные стены в очередной раз явят чудо, сюда стекаются паломники со всей страны. Все они уверены. Молитва перед святыней исцеляет даже тех, кому не смогла помочь официальная медицина. Магические свойства каменной Богородицы готовы лично подтвердить домохозяйка из Челябинска Анастасия Рябинова. Она признается, что 13 лет назад ей был поставлен диагноз бесплодие. Когда на Урале в очередной раз появился образ святой, женщина сразу же отправилась за помощью. Там рядом в деревне поселилась на три дня местная жительница. И ходила каждый день, три дня, молиться. Таинственный каменный лик помог Анастасии Рябиновой стать матерью. Сейчас она воспитывает двоих дочерей, Веру и Кристину. Сюда, в Игнатьевскую пещеру, три года назад, Ольга Бакунова и привезла свою племянницу. Даша сама просила Богородицу об исцелении. И, похоже, та услышала. Я смотрела на Богородицу, мне когда хорошо стало. Сегодня Даша рассказывает, Её самочувствие улучшилось практически сразу после того, как она побывала в пещере. Ну, я сначала подумала, ну, пещера, пещера, может, она мне даже не поможет. А потом лучше стала себя чувствовать. Не болела больше голова, не падала в обморок. Но самое невероятное – это новое медицинское заключение. Очередное обследование, проведённое через месяц после поездки в Игнатьевскую пещеру, не показало никаких затемнений. Мы, естественно, потом обратились опять к врачу, чтобы посмотреть, есть ли что-то осталось, либо даже просто для себя, посмотреть, действительно ли это работает. Вот, пошли, сделали, значит, мы снимок головного мозга. И, о, чудо! И нет никакого больше, никакого затемнения не наблюдается на снимке. То есть всё чисто, абсолютно здоровый ребёнок. Как такое может быть? Обычное совпадение, скажут скептики, и мы не станем спорить. Но цель нашего расследования – не просто рассказать об удивительных историях, но отыскать научные доказательства так называемых чудес. И мы нашли их. Смотрите далее. Эффект Соляриса. Неужели космонавты действительно ощущали божественное присутствие? Мы расскажем, что действительно происходило на орбите, и почему до сих пор от нас скрывали правду. Цена вопроса простая. Вот ты рассказал правду, да? Но тебе сказали, что, парень, молодец, спасибо, но больше он тебя в космос не пустит. Внутри и снаружи какую тайну скрывает самая известная картина Микеланджело? И как наука и религия подтверждают гениальное озарение итальянского художника? То есть это продолжение Бога в человеке. Как одно Божье имя уничтожило целую флотилию? Исследования и эксперименты подтверждают – молитвы действительно работают. Уникальные свидетельства контакта с Творцом. Бог, откликаясь на просьбу человека, на его сердце, на его душевное устремление, он дает ему благодать. Теория строн. Научная система, объясняющая существование Вселенной. Почему сами физики называют колебания мельчайших частиц божественной симфонией? Это все попытки объяснить научным, математическим языком так называемые кирпичики, из которых этот мир построен. Описать свои ощущения после пребывания на орбите. Они, конечно, знали, что это придется делать. Обычная практика. Психологов интересовали именно чувства, переживания, личное наблюдение космонавтов. Нередко отчет требовалось написать, что называется «сколес». Однако именно сегодня дело не шло. Последние дни пребывания в космосе заставили их столкнуться с явлениями совершенно необъяснимыми. Стоит ли описывать, как один из них чувствовал себя динозавром? И видел, действительно видел природу и ландшафты юрского периода? Не сговариваясь, коллеги по полету приняли решение об этом странном опыте и необъяснимом эффекте в отчете не упоминать. Сергей Кричевский, космонавт-испытатель и доктор философских наук, специалист в области экологии космоса, уверен, ответы на многие земные вопросы можно найти, изучая законы галактики. Надо смотреть на Землю не как на что-то уникальное и ограниченное, а на часть Вселенной. И на самом деле, я скажу сейчас, почти открою тайну, что мы все сейчас с вами космонавты. В каком смысле мы летим на планете Земля, вокруг Солнца. И вот сколько лет прожили, сколько витков вокруг Солнца сделали. И все. В этом смысле космическая точка зрения, она сейчас вполне естественна. Сергей Кричевский известен исследованиями в области космической экологии. Но не только. Одним из главных направлений его работы долгое время было изучение так называемого эффекта Соляриса. Именно так ученый назвал те необъяснимые ощущения, что переживают космонавты на орбите. Ряд космонавтов в полетах видели и входили в измененное состояние сознания, связанное с некими галлюцинациями. То есть это были как сновидения и прочее. Это все описано. В течение многих лет ученый собирал рассказы коллег о том, что именно они чувствовали в космосе. Состояния эти были настолько необычными, что советские космонавты, работавшие на орбитальных станциях «Салют» и «Мир», скрывали свои переживания от руководства. Опасались они не только того, что их отстранят от полетов. Всего полувека назад откровения, подобные тем, что слышал и записал Кричевский, вполне могли привести человека в психиатрическую лечебницу. Цена вопроса простая. Вот ты рассказал правду, да? Но тебе сказали, что парень, да, молодец, спасибо, но больше мы тебя в космос не пустим, а тебе хочется полететь. Значит, ты будешь молчать. И играть в игру под названием «Люди в белых халатах» нас лечит и калечит, да? Или там они о нас заботятся, но мы не можем вредить сами себе. Твое тело как будто меняется. Трансформации происходят у тебя на глазах. Ты наблюдаешь собственное превращение в нечто принципиально иное. Ты можешь стать динозавром и переместиться в ту эпоху, когда жили динозавры. Ты можешь стать инопланетянином и отправиться в соседнюю галактику. Ты можешь превратиться в своего коллегу и мгновенно вживаешься в эту роль. Помните фильм Тарковского по сценарию Лема, когда летали мыслящие океаны и так далее. А оказалось, что ты становишься как бы не человеком, а переходишь в образ, может быть, даже динозавра. Что ты можешь оказаться в другой среде, на другой планете, где там 2-3 солнца светит и так далее. То есть кто-то оказался в Средневековье. Были такие сны, такие сюжеты и фрагменты. Откуда они приходят, непонятно до сих пор. Это состояние современная наука объясняет в терминах физики. Речь идет о мощном информационном потоке, с которым сталкивается человеческий мозг. Именно так человек ощущает Бога. Что же доказывает эффект Соляриса? Бог живет в космосе? Где находится Бог? С нынешней низкой человеческой точки зрения описать Бога невозможно. Потому что Бог – это нечто, что превосходит любой человеческий разум. Мы можем описывать те или иные проявления Бога. Эффект Соляриса, ощущение потока и близость к Богу можно почувствовать, не выходя из дома. Именно так действует на человека «Сосредоточенная молитва или глубокая медитация». И это сходство подтверждает самый сложный постулат религии. Бог везде. Он может быть как снаружи, так и внутри. Одно из самых знаменитых изображений в истории живописи. Бог только что создал первого человека – Адама. Но мало кто знает, та странная раковина, внутри которой великий Микеланджело поместил Бога и его ангелов – это человеческий мозг. Вот расшифровка фрески Микеланджело, сделанная нейробиологами. Очертания раковины, внутри которой находится Создатель, в точности повторяют строение человеческого мозга. Бог создал человека по своему образу и подобию. То есть это продолжение Бога в человеке. Прежде всего, человек должен познать самого себя. Познав себя, он познает своего Творца. Современные нейробиологи исследовали мозг человека, находящегося в процессе молитвы, и пришли к интереснейшим выводам. Процессы, которые внутри нашего мозга запускают обращение к Богу, полностью аналогичный эффекту Соляриса, возникающему на орбите Земли. Это доказывает, Бог приходит как поток энергии, и запустить этот механизм может каждый из нас. Молитва – это смирение, обращение души человека к Богу. И Бог, откликаясь на просьбу человека, на его сердце, на его душевное устремление, он дает ему благодать. Но если молитва одного человека приближает его к Богу, на что способна молитва тысяч людей? Вся страна молит Всевышнего о неспослании дождя. И Господь смилостивился и послал дождь. Вы думаете, это строчка из старинных религиозных книг? Или из истории средних веков? Вы ошибаетесь. Именно так звучала главная новость сирийского информагентства САНА 29 ноября 2000 года. Сильнейшая засуха поразила многие районы Сирии. Стране грозил голод. Президент Хафиз Асад обратился к мусульманам с призывом совершить коллективную молитву. На следующий же день начался долгожданный ливень. Совпадение? Возможно. Но как быть с совершенно аналогичными странными совпадениями, случившимися в том же году в Ираке и Саудовской Аравии? И чем объяснить еще более невероятную историю, которая произошла более полувека назад у берегов Японии? Декабрь 1944 года. К Филиппинам направляется американский 3-й флот. Десант, который должен поставить точку в войне с Японией. Американцы убеждены в успехе. У японцев нет ни единого шанса. Кабинет министров страны восходящего солнца понимает, оружия, способного сокрушить врага, у них нет. И тогда руководство Японии обращается к нации и призывает весь японский народ совершить молитву. Пусть на американские корабли обрушится священный ветер комикадзе. В обращении специально подчеркивается коллективная молитва творит чудеса. Радист американского флагманского корабля трижды перепроверил, верно ли расшифровал содержание сообщения. И даже после этого не был уверен, точно ли это данные разведки. Возможно, это шутка. Японцы действительно решили сразиться с 3-м флотом молитвой? Об этом стоило написать жене в Лос-Анджелес. Да и капитана новость только позабавила. Это самый смешной анекдот, который он когда-либо слышал. Уже через сутки американцам стало не до смеха. На армаду обрушился сильнейший тайфун. Три эсминца пошли на дно сразу же. С авианосцев буквально смыло за борт 146 самолетов. 28 кораблей были повреждены, 800 человек погибли. Операция была сорвана. Феномен коллективной молитвы пока так и не понят до конца. Но исследования продолжаются. Последние доказательства силы разговора с Богом были получены в штате Миссури специалистами Института Средней Америки по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь был проведен необычный эксперимент. В больнице Святого Луки в Канзас-Сити были разделены на две группы больше тысячи больных кардиологического отделения. За одну из этих групп начали день и ночь молиться добровольцы. Результаты не вписывались ни в какие рамки. Их нельзя было списать ни на случайность, ни на стандартную погрешность, допустимую в любом эксперименте. У тех больных, о здоровье которых возносили молитвы, было на 10% меньше после операционных осложнений и практически не наблюдалось остановок сердца. Молитвы работают. Мысли человека вообще материальны. И, например, эксперимент в больнице Святого Луки, который показал 10% улучшение состояния пациентов, за которых производились молитвы, на самом деле, наверняка, в подсчетах есть, в эксперименте есть какая-то погрешность, потому что 10% это очень и очень мало для такой ситуации. На самом деле должно быть гораздо и гораздо больше. Пересоздал Бог небо и землю. Эти строки из Библии наверняка хоть раз в жизни слышал каждый. На протяжении практически всего 20-го столетия наука всеми силами пыталась опровергнуть саму возможность создания мира. Вот что говорили ученые. Во Вселенной сгустилась материя, произошел большой взрыв, из которого и появилась наша галактика. Но что же говорит современная наука? Невероятно, но это факт. Все чаще самые известные физики, нобелевские лауреаты, гении современности возвращаются к идее Бога-творца. Физики, единственные ученые, которые могут некраснее произносить слово Бог. Попробуйте одну из многочисленных компьютерных игр по созданию миров, и вы почувствуете себя Богом. Вам кажется, что это фантастика? Вы ошиблись. Современные ученые пришли именно к такому выводу. Один из самых известных ученых современности, ведущий популяризатор науки в США, японец по происхождению Митио Каку, не так давно опубликовал результаты своих научных изысканий. Известный американский ученый пришел к тем же выводам, что и физик Ефремов. Его вердикт звучит просто. Бог есть. Что же именно удалось понять американскому геню? Изучая поведение мельчайших частиц, ученый сделал заключение. Человечество живет в матрице, придуманной Богом. С точки зрения Митио Каку, мир похож на компьютерную игру, но невероятно сложную. И у этой игры есть создатель. Существует универсальный вселенский божественный разум. Он является той первоосновой, которая создает всю структуру существующих явлений, процессов и объектов. Оказывается, становится понятным, что все сначала создается на информационном уровне с помощью некой универсальной матрицы. Представьте себе натянутую гитарную струнну. Колебания этой струны рождают звук. С точки зрения современной физики вся Вселенная складывается из колебания струн. Только это струны, созданные взаимодействием мельчайших частиц. И звучат эти колебания в строгом порядке. Именно поэтому физики все чаще находят для своих открытий невероятную метафору. Вся наша Вселенная это симфония, созданная Творцом. Теория струн это все попытки объяснить научным, математическим языком некие структурные состояния, так называемые кирпичики, из которых этот мир построен. Но что это значит для нас, для обычных людей? Американский ученый Митя О'Како отвечает на этот вопрос так. В мире и в жизни нет ничего случайного. Все совпадения, которые кажутся нам просто совпадениями, в действительности отражают законы мироздания. Те самые, что Творец заложил в большую компьютерную игру. Эта русская традиция шокирует иностранцев. Каждый год 19 января сотни тысяч людей ныряют в ледяную прорубь. Они верят, что крещенская вода способна помочь, исцелить от болезней, укрепить здоровье. Удивительно, но современная наука доказала, это вовсе не предрассудки, а настоящая правда. Крещенская вода меняет свои свойства. Люди исцеляются от неизлечимых болезней, прикоснувшись к святыне или даже увидев ее. Эти чудеса знакомы практически каждому из нас, хотя бы по сюжетам в новостях. Но есть ли у них объяснение? Теперь есть. Смотрите далее. Как вода становится святой? Что именно влияет на природные источники? Мы нашли ответ на этот вопрос. Земля проходит определенные такие фазы в своей орбите, когда вода практически на всей планете она изменяет свою структуру. Оскрежшие из мертвых сенсационные свидетельства очевидцев невероятных событий. Нигерийский пастор ожил после трех дней в морге. Когда я прикоснулся к нему, тело было похоже на сухую рыбу. Белый халат врача Ириаса священника. Крымский хирург стал служить в храме, чтобы Бог помогал ему возвращать к жизни людей. Всегда отношение к любой операции, все, что Бог дает, не получается. Путешествие души. Вся правда о жизни после смерти. Что рассказал журналистам американский нейрохирург Александр Эбин, когда вернулся из рая? Тот мир гораздо реальнее, чем этот. Я это очень четко осознал. Противостояние науки и религии длилось много столетий, но современные теории и последние открытия ученых доказывают, мироздание было бы невозможно без Творца. Специалисты лаборатории биофизики воды НИИ экологии человека изучают крещенскую воду в течение многих лет и полученные данные не меняются. Каждый год вода в самых разных природных источниках приобретает уникальные качества. Этот феномен начинается в крещенский сочельник. Именно в период крещения вода измерялась в течение нескольких суток, начиная с 18 числа и заканчивая 20. В этот период времени на хроматографии фиксировались все изменения воды. Они четко записывались и можно было потом сравнить их до и после. И это длилось в течение нескольких лет. Но что именно происходит с водой? Оказывается, серьезно изменяется ее способность проводить электричество. И связаны эти изменения с небом. Земля в этот момент в ночь с 18 на 19 проходит определенные такие фазы по своей орбите, которые в космосе соответствуют такому положению, когда вода практически на всей планете. она изменяет свою структуру. Это тоже как бы факт проверенный, это уже даже не дипотеза. Чувствуется ли здесь как бы влияние космоса или какого-то такого всевышнего разума? Да, можно это предположить. Вода как будто успокаивается, снижается ее электропроводимость и за счет этого в воде идет подавление роста микроорганизмов. Именно поэтому крещенская вода не портится так долго. То, что в течение года вода не изменяется, тоже были такие эксперименты, но что она действительно не меняется, что она долго сохраняет эту структуру. Священнослужители связывают чудо крещенской воды с новозаветной историей о крещении Иисуса в Иордании. И вот необъяснимый парадокс. Вода, взятая 19 января в любом природном источнике, действительно становится близкой по свойствам к воде Израильского Иордана. Неужели крещенское чудо не только доказывает связь между водой и небом, но и прямо свидетельствует о подлинности истории Христа? Апрель 2008 года, Греция. Этот эксперимент должен был стать сенсацией. Ученый Микаэль Калопулус прямо в телевизионной студии воспроизводит схождение благодатного огня. Он заявляет, так называемое чудо всего лишь химический трюк. Все дело в предварительной обработке свечей. Вот она, свеча, которую он только что обмакнул в белый фосфор. Она загорится сама по себе ровно через 20 минут. На глазах у зрителей свеча действительно загорается, как и было обещано, через 20 минут сама по себе. Калопулус с гордостью поясняет, нужно всего лишь знать о самовоспламеняющихся свойствах белого фосфора. Ведущий не скрывает удовлетворения. Еще бы! Разоблачено религиозное чудо, в которое верят миллионы. Тысячи верующих собираются в этот день в Иерусалиме. Миллионы следят за чудом схождения благодатного огня по телевизору и интернет-каналам. И это неудивительно. Ведь именно этот феномен, повторяющийся из года в год в праздник Пасхи, считается главным доказательством существования Творца, посланием Бога человечества. На глазах у всех наблюдатели проверяют, нет ли у патриарха Иерусалимского спичек или зажигалки. Крошечная часовня Кувуклия заранее проверена и опечатана. По традиции за спиной у Иерусалимского патриарха встает представитель армянской церкви. Это еще один свидетель происходящего. И вот, после молитвы патриарха пасхальный огонь вспыхивает сам собой. После скандального эфира в редакцию греческого телевидения пришли тысячи писем. Скептики благодарили за разоблачение церкви. Верующие задавали вопросы, главный из которых звучал так. Если благодатный огонь вовсе не благодатный, а самый обычный, почему тогда он не обжигает? Ведь сотни свидетелей не однажды фиксировали «Это пламя имеет температуру тела». Ответа на этот вопрос Калополу сдать так и не смог. Однако нашелся другой ученый, которого не удовлетворило объяснение греческого коллеги. Российский физик Андрей Волков провел собственные исследования тайны схождения благодатного огня. Мы смогли на стандартном осциллографе, в цифровом осциллографе, с записью в стандартный компьютер, так сказать, провести съемку так называемых амплитудно-частотных характеристик. В течение большого длительного времени, в течение почти семи часов до схождения благодатного огня. Специальный прибор, фиксирующий спектр электромагнитного излучения, засек странный импульс. За секунды до схождения пасхального огня. В сущности, говорит Волков, речь идет об электрическом разряде, подобном молнии. Мои приборы зафиксировали три разряда достаточно мощных. Почему именно в этот день, почему не в другой? Причем, если мы будем исходить из той легенды, которую все знают, о трещине на второй колонии рядом с входом в храм-гроб Господня, то мощность этого электрического импульса такова, что она действительно раскалывает камень. Понятно, что здесь уж точно зажигалок не надо. Что это значит? Только одно. Появление благодатного огня никак не связано с химическими трюками. К белому фосфору он не имеет никакого отношения. Необъяснимый всплеск энергии вот природа его происхождения. Но откуда он берется? Действительно ли это послание свыше? Неужели Бог действительно существует? Его Преосвященство посвящает вам свои молитвы. Он ценит чувства, побудившие вас написать эту монографию. Только после тщательного исследования и солидной экспертизы мы решили прислать вам нашу благодарность. С наилучшими пожеланиями искренне ваш Нунций Педро Лопес Кентано Ватикан. Это выдержка из письма адресованного российскому химику Нажипу Валитову. Невероятно. Профессор Валитов стал первым ученым, чью научную работу Ватикан признал убедительным доказательством существования Бога. Но и это еще не все. Такое же послание с признательностью исследователю отправил король Саудовской Аравии Фатх бин Абдель-Азиз Аль-Сауд. Мусульманский мир тоже подтвердил уникальность открытия российского ученого. Но что же именно сделал Нажип Валитов? Эту женщину мы разыскали на другом конце света. Уже много лет Лилия Валитова живет в городке Хилдсбург в Калифорнии. Съемочная группа РЕН-ТВ стала первой, кому Лилия согласилась дать интервью. О своей жизни она говорит просто преподаю, сочиню музыку и храню наследие отца. Папа был физиком и одновременно химиком. Он считал, что он занимается физической химией. Но круг его интересов был гораздо шире. Я постепенно раскрываю своего отца и понимаю вообще его значение с годами. Это очень долгий и интересный путь открытия моего отца как гениального ученого. Нажип Валитова уже несколько лет нет в живых. Известный ученый, член Нью-Йоркской Академии наук он был известен во всем мире и только на родине так и не дождался признания. Главное дело всей его жизни вот эта книга. Научный труд, доказывающий существование высшего разума. он взял три книги коран и библию и тору и это была конечно очень грандиозная идея. Он попытался объяснить свою теорию новую теорию гравитации с помощью этих книг. теория гравитации других вызывало нарекания ученых. Используя строгие научные теории, образованные атеисты доказывали, даже скорость света имеет предел, и значит, как бы бог не старался, но увидеть и услышать одновременно все, он не в состоянии. Однако профессор Валитов теоретически обосновал Богу скорость света не нужна. Вот сенсационные выводы профессора Валитова. Мозг состоит из нейронов, нейроны из атомов. Атомы постоянно движутся. Процесс мышления всегда сопровождается испусканием силовых линий электромагнитного и гравитационного полей. Это значит, что мысль действительно материальна. А главное, этот процесс можно засечь мгновенно из любой точки вселенной. Значит, Бог действительно может видеть и слышать все. Об этом же говорится и в Библии, и в Торе, и в Коране. Индуистские, буддийские священные писания Всевышнего называют всевидящим, всезнающим, всеслышащим. И вот новейшие исследования подтверждают, что может существовать некий высший разум во Вселенной и в нашей галактике, который, используя взаимодействие полей, может воздействовать на любую точку Вселенной, любую точку галактики и на разум человека с помощью такой цепочки передачи энергии информации. Но еще более невероятным кажется вот этот вывод профессора. Время может превращаться в массу и энергию и наоборот. Для большинства из нас это похоже на строчку из учебника физики, но вот как расшифровывают открытие Валитова ученые. В действительности это значит, что возможно воскрешать мертвых. Поздно вечером нигерийский пастор Даниэль Икичуку возвращался из деревни в свой приход в городе Анитша. На крутом спуске машину занесло Икичуку попытался затормозить, но педаль провалилась в пол без всякого сопротивления. На огромной скорости машина врезалась в бетонный столб. Водитель разбил головой лобовое стекло, а в его грудную клетку вдавился руль. Когда Даниэль Икичуку доставили в Федеральный Центр Медицины, врачам оставалось лишь констатировать смерть. А через три дня медики той же клиники были вынуждены признать это невероятно, но мертвец ожил. Бог, которому пастор посвятил всю свою жизнь, пожелал вернуть его на землю. Этот фильм, снятый свидетелями чуда, стал настоящей сенсацией. Несколько миллионов просмотров, сотни тысяч комментариев, сюжет, буквально шокировавший весь мир. Пастор Даниэль Икичук из нигерийского города Аниджа, возвращаясь из поездки в свой приход, попал в аварию. Когда мужчину доставили в больницу, он был уже мертв. Жена, друг и близкий родственник по очереди подтверждают. Врачи признали пастора мертвым. Семья готовилась к похоронам и поминкам. С гибелью пастора смирились все, кроме его жены. В течение суток женщина не переставая молилась, а после решила отвезти тело мужа в его церковь на собрание верующих. Коллеги пастора Икичуку описывают, что случилось потом. Когда я прикоснулся к нему, тело было похоже на сухую рыбу. Руки были вдоль тела, голова запрокинута. Кто-то сфотографировал его, и мы начали молиться. Люди собирались вокруг нас. Все хотели знать, чем это закончится. То, что произошло дальше, помнят все те, кто был тогда в этой небольшой комнате молитвенного дома нигерийского города Анитша. Мы увидели, как глаза начали открываться, и он стал оживать. Я сказал пастору Луке, знаешь, говорят, что он был в морге три дня. Мертвый начал дышать. Даниэле Кичуку воскрес. Уникальные кадры. Человек в течение трех дней, пролежавший в морге. Труп, уже накачанный бальзамирующей жидкостью, приходит в сознание. А вот он сидит, окруженный верующими. Вот так выглядел воскресший из мертвых спустя месяц после смерти. Но как такое возможно? Что это? Очевидное свидетельство существования высшей силы? Или же чудо воскрешения не более чем единичный экстраординарный случай, который, увы, ничего не доказывает? однако есть люди, которые сталкиваются с чудесами воскрешения регулярно. Это врачи. Сотни раз он буквально возвращал людей из того света. Хирург, кандидат медицинских наук Валерий Бояринцев. Он же протеиерей Валерий, настоятель церкви архистратига Михаила Волубки. Как же так случилось, что врач, который по долгу службы, кажется, просто обязан быть убежденным материалистом, каждую операцию начинает с молитвы? Вы знаете, я как бы не суеверный верующий, особо нет, но всегда отношение к любой операции, все, что Бог дает, то и получается. ведь это действительно так, ведь не хирург только своей волей работает, так как Бог дает ситуацию, как бы дается техническую сторону, все Господь устраивает. В мединституте было тяжело, признается Бояринцев. Он никогда не скрывал своих убеждений и в далекие 60-е говорил прямо «Верю в Бога». Сокурсники считали его чуть не сумасшедшим. Преподаватели не раз были готовы отчислить этого странного студента, к тому же так и не получившего зачет по предмету научный атеизм. Обучение превратилось в сплошную полосу препятствий. Потом, когда на последнем экзамене по маршистской ленинской софи мне поставили пару, пришлось ехать, так сказать, без диплома в Таджикистан по направлению и вернулся я уже оттуда, через год, и все-таки они мне дали возможность дать. Я получил диплом, дальше уже как-то врачебная жизнь шла таким обычным порядком. Он защитил кандидатскую диссертацию и разработал уникальный метод лечения остеомиелита у детей и взрослых. Мы дренируем кость, ничего как бы технически нового нет, но вся новизна в том, что мы оставляем дренаж стоять столько, сколько нужно, а нужно это столько, сколько, когда кость восстановится. 26 лет назад кандидат медицинских наук перспективный хирург Валерий Бояринцев получил совершенно неожиданное приглашение. Епископ Симферопольский Василий предложил ему стать настоятелем небольшого храма в Алубке. Так врач стал священником. И вот он вызвал меня в 1991 году, привез на своей машине сюда в этот храм, а пошли вокруг, посмотрели, это разрушено и все, занятое. И вот ее надо возрождать. В подбале начали служить. Ну, я же все-таки с 15 лет в храм ходил, службу концептуально я все знал, а остальное книжка в руках и все работает. Много лет Валерий Бояринцев совмещает службу в церкви и работу в больнице. Для него вопрос о существовании Бога, конечно, решен давно. И доказательств он не ищет. Они его сами находят. На счету хирурга, который верит, что им руководит проведение сотни поставленных на ноги безнадежных пациентов. Больные с остамилитом они практически все безнадежные для официальной медицины нашей. Потому как они попадают к нам после 3-х, 5-ти, 10-ти, 20-ти операций перенесены. А у нас больные с остамилитом все идут совершенно надежно на выздоровление. Врач уверен, что лечит людей с помощью Бога, что именно высшая сила руководит им в момент операций. Но что это доказывает, спросят скептики. В конце концов, это всего лишь вопрос его убеждений. Именно так рассуждал знаменитый американский нейрохирург, профессор медицинской школы Гарвардского университета Александр Эбен, пока не побывал в раю. Нейрохирург из Бостона увидел рай и встретил там свою давно умершую сестру, о существовании которой никогда не догадывался. Ученый с мировым именем, преподаватель Гарварда, талантливый нейрохирург, дал нам интервью в перерыве между операциями. Его рабочий график расписан на несколько месяцев вперед. Хотите поговорить? Окей, но только по скайпу. Если же вас интересует личная встреча, придется немного подождать примерно до декабря. Сегодня Александра Эбена знает вся Америка. Удивительное загробное путешествие врача, прекрасно знающего особенности работы мозга, произвело фурор в научном мире. У меня был опыт в нейрохирургии с практической и научной стороны. Я думал, что неплохо разбираюсь с тем, что связано с мозгом и сознанием. Но кома, которую я перенес, очень четко мне показала, что мое понимание этих вещей было далеко не полным. Длинный темный тоннель, свет в конце пути, ангел в качестве сопровождения и невероятные картины иного мира. Нейрохирург из Бостона Александр Эббен подобные описания слышал довольно часто. Пациенты, пережившие клиническую смерть, рассказывали доктору о собственных ощущениях. Однако Эббен, материалист, атеист, ученый, никогда не придавал этим рассказам значения. Всего лишь фантазии мозга, вызванные тяжелым состоянием. У многих врачей приблизительно рассказы о таких людях во многом чуть не в Китае даже совпадают, что человек видит некий такой туннель, видит некий свет и некий внутренний голос, что если сделай шаг туда, то потом уже обратно пути не будет. И те люди, которые видели, что на земле еще у них путь их не закончен, не завершен, они возвращались в жизни. Было даже немало случаев, когда человека отправляли уже в морг, а потом Господь его к жизни возвращал, возвращался, даже были врачи удивлены, они констатировали уже точно должна быть смерть. То есть эти случаи явно просто не вписываются в современную науку. Я понятия не имел, как интерпретировать их истории, и поэтому я их игнорировал, отвергал. Но сейчас я понимаю, что эти путешествия были довольно реальными, это не галлюцинации. Позиция врача изменилась после его собственной смерти. Инфекционный менингит, стремительное воспаление мозга и семидневная кома. Врачи констатировали отмирание части коры головного мозга, а это значит ни единого шанса на выздоровление. Родственники Эбена приняли решение об эвтаназии. И тут абсолютно неожиданно для всех нейрохирург вышел из комы и рассказал о своих ощущениях. По словам Александра, все это время он был в раю. Там было много чего земного, но и много духовных компонентов. Например, ангельский хор, распевавший песни и гимны. И это все было потрясающе красиво и придавало силу. Все это было свидетельство божественного начала. Удивительно, но опыт Александра Эбена не вписывается ни в какие прежние конструкции, которые объясняют подобные ощущения. Ведь при отмирании коры головного мозга никаких галлюцинаций возникать в принципе не может. Когда у вас такая острая форма менингита, как была у меня, и которая довела меня до комы за 3 часа, в которой я пробыл 7 дней, так вот, такое разрушение мозга не предполагает, что вы вообще можете испытывать какие-то галлюцинации или какие-то другие состояния, подобные сну. Потому что для всего этого необходимо участие серого вещества. Так считает современная нейронаука. Но я отчетливо наблюдал суперреальный мир. Там, в раю, рассказывает Эббин, его встретила девушка. Александр запомнил, как она показывала ему иные миры. Вернувшись к жизни, нейрохирург понял, девушка-проводник должна быть каким-то образом с ним связана, но как именно? В реальной жизни он никогда ее не встречал. Через 4 месяца после комы я смог объяснить, кто же эта девушка. Это связано с тем, что я был усыновлен. Своих биологических родителей профессор Эббин разыскивал долгие годы. Когда им наконец удалось встретиться, Александр узнал, что у него есть две сестры, но была и третья, Бетси, которая умерла от неизлечимой болезни в совсем юном возрасте. Спустя 4 месяца после комы моя биологическая сестра прислала мне фотографию Бетси, и на ней было очень красивое стихотворение. И когда я начал его читать, я заплакал и просто была та самая девушка-проводник. Я помню, как поставил эту фотографию на мой комод и понял, что та красивая девочка на крыле бабочки моя сестра. И она как будто смотрела на меня и говорила, ну, понял наконец? Да, я наконец понял. Для меня это все было невероятным откровением. Видеть ее и понимать, как и что с чем связано. Я понял, почему мне мой опыт показался слишком реальным. Александр Эббин продолжает врачебную практику, но сегодня от его прежнего убежденного атеизма не осталось и следа. Нейрохирург не устает повторять. Бог есть. Он смог его почувствовать во время своего удивительного путешествия. Я бы сказал, что сейчас мое определение этого Бога, с которым многие сталкиваются в пограничных состояниях, это источник нашей осознанности. Поэтому ни один из нас никогда не отделен от Бога, потому что наше сознание это прямая связь с этой бесконечной исцеляющей силой. Существование Бога и потусторонней жизни вовсе не красивая легенда. Это реальность, и я могу это доказать. Эти слова принадлежат уже не американскому доктору, а известному российскому физику Владимиру Ефремову. 34 года назад ученый пережил опыт клинической смерти. Он смог научным языком описать те явления, которые он наблюдал в это время. Очень ценно, что ученый смог одним из первых описать эти реальные явления. Самое главное в его описании то, что первое, его рассказ, его описание практически полностью совпадает с таковыми же описаниями других людей, переживших клиническую смерть. и второе это его научные описания изменений пространства и времени. Наталья даже не сразу поняла, что случилось. Брат неожиданно раскашлялся и вдруг осел на диван. Что с ним такое? Сердце, приступ? Пульса не было. Владимир не дышал. Скорая вряд ли успеет. Оставалась только одна надежда. Непрямой массаж сердца. Спустя 8 минут Владимир пошевелился и пришел в себя. Интересная совпадение. Владимир Ефремов, как и Александр Эбин, никогда раньше не верил в Бога. Разговоры о посмертном существовании, о душе, о религии считал пустыми и ненужными. Репутация Ефремова в научных кругах была безупречна. Именно поэтому рассказы физика о путешествии души для многих его коллег стали шоком. Работает мое сознание и это произвело на меня очень сильное впечатление, потому что я никак не предполагал, что после того, как я перестану дышать и после того, как у меня перестанет работать сердце, возможно, какие бы то ни было размышления. Ученый явственно наблюдал, что оказался внутри некой матрицы. Он фиксировал в сознании все, что видел в этот момент. Следующие 16 лет Ефремов посвятил научной работе, в которой, опираясь на свой опыт, обосновал и доказал существование единого пространства, в котором нет жизни и смерти. При рассмотрении явлений вот в таком ракурсе оказывается, что с введением многомерности теряется и пространство, и время, потому что время присутствует одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. В переводе с научного языка то, что увидел и зафиксировал Ефремов, напоминает большую компьютерную игру. Огромное информационное поле, где все связаны со всеми. Там отсутствует понятие времени. Прошлое реально так же, как и настоящее и будущее. И всей этой огромной сложной системой управляет таинственный модератор высший разум. Выход из тела, близость к Творцу, единение со Вселенной. Уникальные ощущения, которые невозможно забыть. Но так ли обязательен опыт прохождения через смерть? Или же к Богу можно прийти иначе? Смотрите далее. Энергетика золотого сечения, чудесное исцеление с помощью икон, объяснены научно. Мы выяснили, как именно запускается механизм оздоровления. Вся гармония мира устроена на вот этих, скажем, отношениях форм по золотому сечению. Что выявили полувековые исследования врачей и ученых на Святой горе? Оказывается, афонские старцы не болеют онкологическими заболеваниями. Но почему? Они были всегда выдушевлены, одухотворены под этим божественной задачей и своей функцией. Бог как система законов мироздания. Как работают эти законы? И что такое карма на самом деле? Любое наше действие телом, речью, умом, оно не исчезает, не упадает. Творец миров и создатель ДНК. Ученые нашли доказательства существования высшего разума при исследовании генома человека. То есть это компьютер с бесконечной памятью. Вселенная говорит с каждым, как высшие силы общаются с человеком. Когда нам нужно что-то создать, то он создает помощь, оказываем в виде мыслей. Это невероятно, но оказывается благотворное влияние святых ликов можно объяснить математически. Цифровой ряд, где сумма двух предыдущих чисел всегда равна последующим. Казалось бы, что здесь может быть таинственного? Однако именно эту последовательность ученые называют кодом мироздания. Гениальный математик 12 века Леонардо Пизанский, прозванный Фибоначчи, вряд ли предполагал, что созданный им числовой ряд смогут расшифровать только 9 столетий спустя. Но случилось именно так. Вот как знаменитая последовательность выглядит в живой природе. Количество лепестков в цветах всегда равно одному из чисел Фибоначчи. Соотношение количества пчел мужского и женского пола в ульи основано на пропорции Фибоначчи. Та же система повторяется в структуре еловых и сосновых шишек, в раковине улитки, в строении вселенной и даже в изгибе главной сердечной мышцы человека. Но и это не все. Идеальное соотношение чисел, заложенное в природе, повторяется в изображении ликов святых в виде золотого сечения. Вся гармония мира устроена на вот этих скажем отношениях форм по золотому сечению. Большие так относятся к среднему, как средние относятся к меньшему. Это принцип по существу и самой троицы. До Винчи, когда рисовал их иконы свои, то он использовал это золотое сечение как основание математической гармонии. По мнению ученых, во время молитвы так называемый цифровой код мироздания входит в резонанс с информационным полем человека. Не отдавая себе отчета, люди успокаиваются, меняется их настроение. Человек ощущает внутри себя гармонию. Именно так, как утверждают специалисты, и запускается механизм оздоровления. Созерцание самих этих фигур и созерцание смысла, который вложен в икону, помогает человеку соединиться с высшей силой, помогает человеку тоже изменить состояние своего сознания, для того, чтобы открыть себя небу. В поисках подтверждения этой удивительной теории ученые провели исследования в так называемых святых местах. В первую очередь их интересовали старинные монастыри. Результаты оказались невероятными. У монахов гораздо реже наблюдаются тяжелые заболевания, а некоторые группы болезней нередко и вовсе не фиксируются. 2011 год. В Афонский монастырь прибыла очередная группа исследователей. Монах Стефан провел в обители более 30 лет и привык к тому, что сюда регулярно приезжают медики. Местные не слишком жаловали гостей в белых халатах. По мнению Стефана, все это пустая трата времени. Вот и сейчас битый час придется отвечать на вопросы анкеты. А что он может сказать, кроме того, что на все воля Божья. Наблюдения за жизнью и здоровьем монахов Афона продолжаются уже полвека. За все эти годы в Афонском монастыре не было зафиксировано ни одного случая онкологии. Монахи не болеют раковыми заболеваниями. Но почему? Первоначальное предположение экологии, средиземноморская диета было опровергнуто статистикой. В городе Мандамахария, расположенном всего в нескольких километрах от Святой Афонской горы, число онкологических заболеваний составляет около 30%. Но ведь местные жители едят такую же пищу и дышат тем же воздухом, что и монахи. Значит, дело вовсе не в этом. Неужели чудо и впрямь объясняется Божьей помощью? Чтобы подтвердить свои предположения, ученые обследовали останки священнослужителей, похороненных на Афоне. Возраст некоторых костей превышал сотни лет. Вывод подтвердил уникальный феномен. Монахи афонской обители никогда не страдали онкологическими заболеваниями. Сам факт, что на Афоне старцы не болели, говорят, что о том, что они были всегда выдушевлены, одухотворены вот этим божественной задачей и своей функцией. Но откуда вообще берутся болезни? Почему одних преследует несчастье, а другим все как будто бы дается само собой? Правда ли, что судьба каждого из нас уже определена Богом? Бог накажет, добро вернется, судьба свою возьмет. На протяжении всей своей истории люди пытались осознать правила существования мира, но только сегодня научные открытия подтвердили, у мироздания действительно есть законы, а у этих законов действительно есть творец. Карма вообще означает закон причинно-следственной связи. Любое наше действие телом, речью, умом, оно не исчезает никуда. Это закон сохранения энергии так же здесь срабатывает. Он случайно убил бабочку. Всего лишь бабочку. Но это на вид почти незаметное действие вызвало катастрофу. Все развитие планеты пошло по-другому. Голливудский фантастический фильм Игрянул гром вышел на экраны в 2005 году, но до сих пор ни одно обсуждение законов мироздания не обходится без упоминания этого фильма. Что случится с нашим настоящим, если в далеком прошлом случайно погибнет всего лишь одна бабочка? Правда ли, что все живые существа связаны друг с другом? Действительно ли мироздание это паутина причин и следствий? Я думаю, что действительно все люди связаны между собой, но не электромагнитными полями, которые мы можем исследовать глубже, наука не ныряет, а какими-то более тонкими полевыми взаимодействиями. И я в своей практике с этим реально сталкиваюсь. Известный психолог и писатель Александр Свияш много лет посвятил изучению причинно-следственных связей и законов мироздания. Ученый уверен, судьба у каждого из нас действительно есть, но как это работает? Каждый человек имеет вилку судьбы, то есть некое количество вариантов, по которым может складывать судьба. Он родился в определенных условиях, у него определенный рост, вес, темперамент, наверное, что-то, еще какие-то данные. А дальше от него очень много зависит от того, какие выборы он делает каждый момент времени. У него есть наиболее вероятная линия развития событий, то ее можно изменить, можно, приняв решение что-то, в какой-то момент времени, можно выйти на другую линию судьбы изменить ее. Невероятно, но недавние открытия ученых доказывают, что судьба зашифрована и в наших генах. В интервью телеканалу CNN директор американского проекта геном человека Фрэнсис Коллинз заявил, информация встроенная в ДНК способна программировать жизнь человека, а сложность этой программы определенно указывает на то, что она была кем-то создана. Компьютер с бесконечной памятью, не какой-то великой, а бесконечной. Это действительно один из очень сильных аргументов, который невольно наталкивает человека на мысль о высочайшем интеллекте. то есть боге. Утверждения Коллинза выглядят более чем обоснованно. Судите сами. В молекуле ДНК заключена информация не только о человеке, но и обо всем человеческом виде. Столь огромная и сложная система просто не могла образоваться случайно. У нее есть разработчик, творец всего сущего, о котором рассказывают священные книги всех мировых религий. Но действие четких законов мироздания вовсе не означает, что человеку отводится роль марионетки. По мнению ученых, наше взаимодействие с Творцом происходит в интерактивном режиме. самодействие идет постоянно в нашей энергии забирается и когда нам нужно что-то создать, то создают помощь, оказываем в виде мыслей, в виде интуитивных озарений, в виде информации, в виде идей. Рожни, что я сказал, что у Бога нет других кроме рук, нет других рук, кроме твоих. Ученые доказывают существование Бога. Еще недавно такое сложно было даже представить, как, впрочем, и то, что церковь признает главные достижения науки. Не так давно глава римской католической церкви заявил, что разделяет справедливость научных воззрений о сотворении мира и происхождении человека. Правда, папа заверил, что, по его мнению, эти теории не противоречат учению церкви. А семь дней, за которые Бог создал землю, такая метафора, которая отражает семь важных этапов в эволюционном пути нашей планеты. Похоже, времена холодной войны между наукой и религией безвозвратно ушли в прошлое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok